Это новые части. Продолжение следует... 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 На Одессу наступали три армии. Пятая ударная, восьмая гвардейская и шестая генералов Цветаева, Чуйкова и Шленина. Их поддерживали силы Черноморского флота. В 1941-м, после длительной осады, враг оккупировал Одессу. Но не покорил. В городе действовал подпольный отком партии, шесть партизанских отрядов, подпольные группы. 10 апреля советские войска изгнали оккупантов из Одессы. В ходе Одесской операции был захвачен этот плацдарм на западном берегу Днестра. Здесь скрытно накапливаются войска для внезапного удара по врагу. 20 августа 1944 года началась знаменитая Ярско-Кишиневская операция. КОНЕЦ Взламывая одну за другой линии обороны противника, с трудом преодолевая его яростные контратаки, соединение фронта уже на следующий день после начала операции штурмом овладели Яссами, мощным узлом сопротивления немецко-румынских войск. К этому времени маршал Конев уже возглавлял Первый Украинский, и Яско-Кишиневскую операцию проводил новый командующий фронтом, генерал армии Родион Яковлевич Малиновский. На встречу Второму Украинскому фронту от Бендер устремились войска Третьего Украинского. Третьего Украинского. В Кишинев ворвались части 5-й ударной армии. В то время ей командовал генерал Берзарин, будущий военный комендант Берлина. 24 августа столица советской Молдавии была очищена от гитлеровцев. В тот же день войска двух фронтов замкнули кольцо вокруг Яско-Кишиневской группировки врага. В гигантском котле оказалось 18 дивизий. Это было полное крушение группы армий Южная Украина. Освобожден город суворовской славы Измаил. Концер-адмирал Горшенко. Шков, командующий Дунайской военной флотилией. Тремя боевыми орденами была награждена флотилия в годы Великой Отечественной. Ее корабли перевозили наши войска, поддерживали их своим огнем. Они помогли третьему украинскому устроить аккерманский котел для третьей румынской армии. Субтитры создавал DimaTorzok Утро 24 июня 1945 года. Через несколько минут на Красной площади начнется парад Победы. Над памятью время невластно, я вижу в кипении знамён. Проходит по площади Красной мой третий украинский фронт. Идут молодые ребята, герои минувшей войны. Седьмой разменяли десяток, наверное, нынче они. Прошлое с нами останется. Ночи и дни в непрерывных боях. Ты моя молодость, третий украинский. Ты солдатская гордость моя. Ты моя молодость, третий украинский. Ты солдатская гордость моя. Третий украинский. Его боевая летопись началась 20 октября 43-го года. В этот день пять советских фронтов, участвовавших в битве за Днепр, были переименованы Ставкой Верховного Главнокомандования. Юго-Западный фронт стал третьим украинским. Генерал армии Малиновский, командующий фронтом, участник гражданской войны, герой республиканской Испании. К тому времени левобережная Украина была почти полностью очищена от врага. Войска Третьего Украинского фронта совместно со Вторым Украинским вели ожесточенные бои по расширению стратегического плацдарма на правом берегу Днепра. Фашистская пропаганда твердила своим солдатам, что Днепр — это линия обороны собственного дома, поэтому на Днепровском рубеже нужно стоять насмерть. Но немецкие солдаты все чаще смерти предпочитали плен. В летопись Великой Отечественной войны героическую страницу писали верные сыны Советской Родины, отважные воины Третьего отдельного гвардейского мотоциклетного галецкого ордена Богдана Хмельницкого полка, которым командовал герой Советского Союза полковник Петр Алексеевич Белик. Сформированный в Забайкалье полк боевую биографию начал на Украине, участвовал в жестоких боях под Оршей, Смолянском и Можайском, защищал столицу нашей Родины — Москву. С большим вниманием и волнением слушает воины 70-х годов рассказ бывшего командира полка, ныне командующего войсками Ордена Ленина Забайкальского военного округа генерала армии Петра Алексеевича Бельга. Его воспоминания переносят нас в то далекое и героическое время. 1942 год. Сталинград. Героическими, дерзкими боевыми действиями в тылу фашистов воины-мотоциклисты наносили удары по коммуникациям врага, громили его аэродромы, склады горючего, боеприпасов, штабы, беспощадно истребляли фашистских оккупантов. Советская отчизна по достоинству наградила отважных. Полку присвоено почетное номинование «Гвардейский», а его командир удостоен высшей награды Родины, звания Героя Советского Союза. Слава гвардейцев-мотоциклистов неслась по всему фронту, от солдата к солдату, от окопа к окопу. Она рождала новых героев. Куда только военная судьба не забрасывала гвардейцев в полка. И как прежде, гвардейцы-мотоциклисты наводят ужас в тылу врага. Август 1943 года. Родная украинская земля. Слова боевого приказа звучали коротко, но емко. Разведать слабые места во вороне противника нужнее Павлограда. Дерзкими внезапными ударами в общем направлении Синельниково-Днепропетровск уничтожить резервы фашистов, штабы, аэродромы, склады, нарушить связь. Двое суток стремительным ураганом пронеслись по тылам фашистов гвардейцы под командованием героя Советского Союза, полковника Петра Алексеевича Белика, освобождая родную советскую землю советских людей. Руководить боем командиру приходилось в самых невероятных условиях. С колоколем церквей, взгираясь на ветряные мельницы или верхушки деревьев. Повсеместно смертельным был для фашистов огонь артиллерийского дивизиона, полка под командованием гвардии капитана Генералова. На его счету уничтожены танки, самолеты, орудия, бронетранспортеры, автомашины, склады боеприпасов, горючего, сотни фашистов. Везде советские люди встречали гвардейцев полка со слезами материнской и отцовской радости и благодарности, угощали чем кто мог. А старый солдат, полный георгиевский кавалер, шамрига, встретил героя Великой Отечественной, полковника Белика, рапортом и преподнес освободителям почарки украинской горюки. И снова звучали слова приказа. И снова были дни и ночи борьбы за полное освобождение родной земли, избавление от порабощения народов Европы. Впереди Берлин, где будет добить в своем логове самый коварный враг нашего столетия немецкий фашизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok